Всем привет! Меня зовут Сергей. Вы смотрите канал Old School Gamer. И давно мы не смотрели никаких интересных изданий на Blu-ray, чтобы можно было посмотреть. Если помните, наверное уже с год назад на канале был обзор моих любимых художественных фильмов про Вторую мировую войну. В основном американского производства. Я напомню, там было «Спасти рядового Райана» и «Чудо Святой Анны» и два сериала от Спилберга. Ну, было что посмотреть. Люблю вообще тематику Второй мировой. Ну и все-таки те фильмы были художественные и показывали патриотическую американскую точку зрения, как будто русские там и не участвовали. Ну вот сегодня у меня появилось новое издание «The World at War» — «The Ultimate Restored Edition». Это не художественный, это документальный сериал 1973 года, аж британского производства, про Вторую мировую войну. У него был просто бешеный бюджет, 26 серий, по-моему, было. И это реально документальный фильм, по большей части «Черно-белый». В него включены свидетельства очевидцев, участников, гражданских лиц, солдат, офицеров, политиков. Даже вот участвовал там личный адъютант Гиммлера, Карл Волев. Самое высокопоставленное лицо, которое пережило Нюрманский трибунал. Такое вот издание. Очень интересное. Рекомендую всем, кто интересуется. Я же понимаю сейчас такой патриотизм, что Великое Отечественное и все. Но и с другой точки зрения-то, мне кажется, интересно посмотреть, как с европейской точки зрения все это происходило. Давайте откроем. Как видите, вот издание такое, толстенькое, с двумя дисками. Тяжелые, кстати, диски, набиты там чего-то. Вот коробочка Ultimate Restorted Dishon. Давайте потом посмотрим. Сначала глянем диски. Собственно, вот диск 1-4, 5-9. На 9 дисках получается это издание. Диск 2-3, диск 2-3, диск 4. Во второй коробочке. Диск 5, диск 6, диск 7, диск 8, диск 9. Ну, просто 9 дисков входят в это издание. Ничего более, никаких бумажек. Вот сзади смотрите, какие фотографии реальных событий. Описаны вот все эпизоды, что где были. Ну, естественно, все это на английском языке. Русских даже субтитров нет, благо издание из Англии. Но как раз и на языке оригинала, документальный фильм. Если интересуетесь, просто вот отличное издание. Ну, понятно, это такая редкая и специфичная вещь. Многим, наверное, не понравится. Но что я могу поделать, я делюсь тем, что нравится мне. Ну, давайте посмотрим, что сюда входит. В общем, издание переработано в HD. Имеет некоторые цветные сцены. Ну, цветные сцены оно имело и в оригинале. Причем на то время цветное кино было еще редкостью. Ну, на современные деньги это в районе 12 миллионов фунтов стерлингов стоило от фильма, сериал. Очень много. Соответственно, звук еще. 5.1 DTS HD Master Audio. Качественный для домашнего антин-театра. Огромное количество всяких биографий, фотогалерей. Какие-то нарезки всяких рассказов, диалогов, радио, карты. Ну, чего только нет. Фильм о создании тоже. Приблизительно все это занимает. Сам сериал 1408 минут. Почти 1488. И дополнительный материал еще 769 минут. То есть в сумме это больше 2000 минута идет. Ну, сами себе представьте. Просто на неделю просмотра чисто этого издания. Ну, самое главное, что хоть и британский фильм, и из Британии заказан, он на регион лог. Поэтому будет работать на любом Blu-ray. На Xbox One, на PlayStation 3, 4. Везде будет работать. Это, несомненно, плюс. Ну, а язык только английский. Тут уж ничего не поделаешь. Понятное дело, что в русском переводе это выходило. Наверняка можно найти в интернете. Но приятно иметь и на диске, и в хорошем качестве посмотреть. Такое вот издание. Документальный фильм. Который рассказывает правду о войне с точки зрения европейцев, англичан. И это, правда, как бы натуральное по тому времени, потому что люди участвовали. Ну, и нет у них никаких политической ангажированности, как сегодня. Поэтому всем рекомендую посмотреть и понять, как происходит. Ну, и смотрите мое другое видео про лучшие художественные фильмы, рассказывающие об американцах и союзниках, как они воевали. Видео было на канале. Ссылка будет где-то рядом на экране. Ну, и на этом все. Пишите в комментариях, как вам обзорчики блюреев. Продолжайте, стоит, нет. Ну, и спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.